Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем познакомиться с замечательной книгой Мишель Кнудсен «Лев в библиотеке». Проиллюстрировал эту книжку художник Кевин Хоукс. Как-то раз Лев пришел в библиотеку. Он беспрепятственно миновал стол дежурного библиотекаря, завернул за книжные стеллажи и пропал из виду. Мистер Макби со всех ног бросился к заведующей. «Мисс Мэривизер!» – кричал он на ходу. «Мисс Мэривизер!» «Бегать нельзя!» – кричать нельзя! – сказала заведующая, не поднимая глаз от своих бумаг. «Но у нас Лев!» – воскликнул мистер Макби. «Лев в библиотеке!» «Он нарушает правила?» – спросила заведующая. Она строго следила за соблюдением всех правил. «Вообще-то нет!» – ответил мистер Макби. «Тогда оставьте его в покое!» Лев бродил по библиотеке. Он обнюхивал ящики с картотекой. Он терся гривая стеллаж с новыми книжками. А потом он забрел в отдел сказок, влегся и заснул. Что делать, никто не знал. Ведь в правилах нет ни слова о львах. Наступило время читать сказки. Но как читать сказки льву? Мисс Хиггинс немного волновалась, но твердым голосом принялась читать первую сказку. Лев не сводил с нее глаз. Лев выслушал и вторую сказку, и третью. Он хотел еще, но дети стали расходиться. «Время сказок вышло», – сказала льву маленькая девочка. Лев посмотрел на детей, потом на мисс Хиггинс, потом на закрытые книжки и зарычал. Ррррр! Заведующая тут же вышла из своего кабинета. — Кто тут шумит? — спросила она. — Это лев, — доложил мистер Магби. Заведующая подошла ко льву и строго сказала. — Тот, кто не умеет вести себя тихо, должен уйти. Таковы правила. А лев все рычал и рычал. Грустно, грустно. — А если он пообещает вести себя тихо? — спросила заведующая маленькая девочка. — Можно он придет слушать сказки завтра? — Лев перестал рычать и виновато посмотрел на заведующую. — Можно, — ответила та. — Мы не станем прогонять послушного льва. — Ура! — закричали дети. На следующий день лев снова пришел в библиотеку. — Ты рано пришел, — сказала ему заведующая. — Сказки будут читать в три часа. Лев не двинулся с места. — Что ж, тогда будешь мне помогать, — сказала заведующая и отправила льва вытирать пыль со словарей. На третий день лев снова пришел раньше времени. На этот раз заведующая велела ему заклеивать конверты, которых она посылала письма доложникам. Вскоре льва уже не нужно было просить о помощи. Он вытирал пыль со словарей, он заклеивал конверты, а еще он подставлял в спину детям, которые хотели достать какую-нибудь книжку с верхней полки. Потом лев приходил и водил сказок и ждал трех часов. Поначалу читатели побаивались льва, но потом привыкли. Тем более, что лев совсем не мешал, скорее наоборот. Мягкие львиные лапы бесшумно ступали по полу. Во время чтения сказок дети облокачивались на льва, как на подушку, и никогда больше лев не рычал в библиотеке. Лев отличный помощник, говорили читатели и поглаживали его по мягкой гребе, когда он проходил мимо. И как это мы обходились без него раньше? Только мистер Магби был недоволен. Он считал, что никакого льва им не надо. Дескать правила льву не втолкуешь. И вообще, вам не место в библиотеке. Однажды, после того, как лев вытер пыль со всех словарей, заклилил все конверты и помог всем детям достать книжки с верхних полок, он отправился в кабинет заведующей, чтобы узнать, чем еще он может быть полезен. До трех часов оставалось немного времени. «Здравствуй, лев», – сказал заведующий. «У меня есть для тебя работа. Нужно отнести одну книгу дежурному библиотекарю. Сейчас я достану ее с полки». Заведующая залезла на табуретку, но книга стояла слишком высоко. Тогда заведующая пристала на цыпочки и потянулась за книгой. «Сейчас, сейчас достану!» – промотала она. И тянулась все дальше и дальше, пока не потеряла равновесие. «Мистер Магби!» – позвал заведующий. «Мистер Магби!» Однако мистер Магби был далеко, не слышал, что его зовут. «Лев, приведи сюда, пожалуйста, мистера Магби!» – попросила заведующая. Лев побежал за помощью. «Бегать нельзя!» – сказала заведующая ему вслед. Лев положил перед ней лапу на стол прямо под носом у мистера Магби. «Уходи!» – потребовал тот. «Я занят!» Тихонько поскуливая, лев повернул голову в сторону кабинета заведующей. Однако мистер Магби ничего не понял. «Делать нечего!» Лев раскрыл пасть пошире и зарычал во всю свою львиную глотку. «Рррррррррррррр…» «Мистер Магби так и отпрянул!» «Ты не соблюдаешь тишину!» «Ты нарушаешь правила!» – воскрикнул он и поспешил в кабинет заведующей. Лев не пошел за ним, ведь он нарушил правила и прекрасно знал, что из этого следует. Понурив голову, он направился к выходу. Мистер Магби даже не обернулся. «Мисс Мэривизер!» – поскликнул он на ходу. «Лев нарушил правила!» Мистер Магби влетел в кабинет заведующей, но не увидел ее за столом. «Мисс Мэривизер!» – позвал он. «Иногда бывают весьма веские причины, чтобы нарушить правила!» – сказала лежавшая на полу заведующая, даже в библиотеке. «Позовите скорее доктора!» – похоже, я сломала руку. Мистер Магби побежал за доктором. «Бегать нельзя!» – сказал заведующий ему вслед. На следующий день все встало на свои места. Почти все. «Быка заведующей была в гипсе. Доктор посоветовал ей работать поменьше». «Где же мой помощник?» – думала заведующая. Но Лев не пришел в библиотеку этим утром. В три часа заведующая пошла в отдел сказок. Сказку уже начали читать, но льва там не было. Читатели то и дело поднимали глаза от своих книг и компьютеров в поисках косматой гривы своего старого знакомого. Но в тот день Лев так и не пришел. И на следующий день тоже. И на следующий. Как-то вечером перед уходом домой мистер Магби задержался в кабинете заведующей. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь, мисс Мэри Визер?» «Нет, благодарю вас», – ответила та. Она смотрела в окно и говорила она «тихо-тихо». «Тихо даже для библиотеки». Мистер Магби расстроился. Он так хотел помочь заведующей. Мистер Магби вышел из библиотеки, но он не пошел домой. Он ходил по соседним улицам. Он заглядывал под машины. Он искал за кустами. Он искал на задних дворах в мусорных баках, на деревьях. В конце концов он вернулся к библиотеке. Тут увидел льва. Лев грустно смотрел внутрь через стеклянную дверь. «Здравствуй, Лев», – сказал мистер Магби. Лев даже не повернул голову. «Наверное, тебя обрадует эта новость», – сказал мистер Магби. «У нас в библиотеке новое правило. Рычать можно, если есть очень веская причина. Например, если ты хочешь помочь другу, который попал в беду». Лев дернул ушами и повернулся. Но мистер Магби уже пошел прочь. Утро мистер Магби зашел в кабинет заведующей. «В чем дело?» – спросила его мисс Мэри Визер. Голос у нее был грустный. «Наверное, вас обрадует эта новость», – сказал мистер Магби. «К нам пожаловал Лев в библиотеку». Заведующая вскочила со стула и побежала к выходу. «Бегать нельзя», – сказал мистер Магби, и вслед улыбаясь. Но заведующий его совсем не слушал. «Иногда бывают весьма веские причины, чтобы нарушать правила даже в библиотеке». «Наверное, вас обрадуетесь?» «Бегать нельзя.»